Администрация поселка Линда уничтожила технику в квартирах и домах своего поселка. А одну квартиру так вообще зажгли. Все это последствия демонтажа вышки в поселке. 30-метровую вышку во время операции, которую проводила администрация, демонтировали прямо на линию электропередач. Весь дом сгорел, телевизор сгорел, усиденья качества, ну, телевизор сгорел, холодильник сгорел, лампочки все даже сгорели. Так 400 вольт в розетке стало. Как бабахнет, ребятишки. Отсюда все летит. Вылетело прям? Прям, ну, конечно, не я же. Все, 2-2, и на пол. Все затрещало, задымило, холодильник сначала затрещал, потом резкий хлопок, и все-все отключилось у нас. И как бы... Потом мы смотрим, вышка, пожарные подъехали, там квартира загорелась. Там холодильник загорелся, потом на пофиг перекинулась на стену, женщина, она была на работе. Вглядите, потолок, потолок лежит, чего показывать? Холодильник сгорел. Холодильник сгорел за 60 тысяч. Потолок неделю назад сделали, облетел. Вот что осталось в 10-тысячной люстре. Это здесь замкнул холодильник. Стабилизатор взорвался, и холодильник пошел. А, и загорелся диван угловой, и пошло, и холодильник. Стояла, как ее, мясорубка, сушилка, миксер, все расплавилось. Ладно, пришел сын, пожарную вызвал. А если бы мы не пришли, вся бы квартира выгорела. Вот готовим при свечах. Весь поселок без света. Наверное, я думаю, что холодильник сгорел. И, если что, только телевизоры. Потому что телевизоры горели, работали на тот момент, все отключилось. Но хлопок был здесь сильный. Вот с фонариком уходим. Ладно, еще фонарик где-то мне уставили, ребятки. А то бы вообще кошмар. Целый Элина досталась без бытовой техники. Ладно, у них бытовая техника. А у нас такой ущерб. Бесшабашность нашего начальства. Бесшабашность. Руководство администрации, которое организовало и контролировало работы по демонтажу, заявляет, что вышка представляла угрозу для местных жителей. Что это за конструкция, в администрации не знают. Построена она много лет назад. Предназначение неизвестно. Но конструкция уже была ветхой. Боялись то, что когда упадет, не дай бог упадет и кого-нибудь придавит. Поэтому было принято решение ее демонтировать. Она пошла не в ту сторону и упала. По чьей-то вине? Да нет, почему ее демонтировали просто. Она была в аварийном состоянии. Хотели ее вдоль берез положить, но она пошла не туда. Нет, никто не пострадал. У некоторых людей техника перегорела. Сейчас будем, не знаю, пока не могу сказать, будем разбираться. А как так вышло, что вышка упала не в ту сторону? Я в ту сторону. Что, я вас не слышу? Я не в хостер. Так вы подрядчик, вы работу выполняете. Кстати, местные жители с жалобами в администрацию уже ходили. Предъявляли претензии, требовали возмещения ущерба. Но в администрации им сообщили, что хозяин этой вышки неизвестен. А потому, кто должен возмещать ущерб, тоже неясно. И посоветовали обращаться в суд. Продолжение следует...